очень благодарен богу за вашу поддержку канала за ваши комментарии за ваши лайки и дизлайки за ваши молитвы и вашу благодарность богу за этот семинар и для начала давайте вспомним о чем мы говорили в прошлых темах мы с вами ждем славного второго пришествия нашего господа христа во славе но как мы уже следовали с божьей помощью должны произойти некоторые события в мире и церкви сначала должно быть просеивание за ним очищенная церковь божья начинает проповедовать весть третьего ангела о праведности по вере господь усилит эту проповедь поздним дождем что приведет к громкому кличу в это время будут совершаться чудеса как со стороны противников истины силою бесовская так и с нашей стороны силою духа святого потом будет пришествие сатаны в образе христа и как результат множество примут начертание зверя соблюдение воскресного дня как папскую субботу в это же время будет проводиться запечатление народа божьего ангелом который имеет особенную миссию после запечатления закроется дверь благодати и будут отпущены четыре ветра следующие события это семь язв гнева божьего или великая скорбь еще кратко вспомним о сути очищение святилища человеческой души ибо эта тема очень важна для каждого из нас цели очищения святилища человеческой души это первая цель возобновление оклеветанного дьяволом божьего авторитета вторая цель возобновление и восстановление храма человеческой души как происходит очищение святилища христос открывает враждебное отношение церкви к нему через совет верного свидетеля клади киской церкви с этой целью он дает весть об оправдании через веру или весть третьего ангела цель и задачи этой вести разрушить славу человеческую и очарование миром в прах второе открыть непримиримые противоречия между грехом и праведностью и разрушить католический симбиоз это грех плюс праведность укоренившийся умах множество людей и особенно умах остатка так называемые качели самоуспокоения прерывающимися покаяниями через случайные вылазки для потворства своим желанием показать что грех это желание убить бога и это не просто греховный проступок или мысль это состояние ума указать на единственный и правильный выбор это умереть для себя и принять праведность христа разрушить в мах своего народа желание к награде желанием реабилитации имени божьего предселенной то же время христос ходатайствует о продлении времени благодати почему потому что причина этого продления времени неготовность остатка христос допускает время скорби или бедственное время иакова как столкновение с самим собою чтобы полностью открылся во мне ветхий человек любящий грех воссивший в храме моей души где претендует быть сам спаситель и побудить народ божий отвергнуть сатану и его искушение открыл сущность дьявола как жестокого тирана вера бога в человека должна найти отлик веры человека в бога вот суть очищение святилище вот именно поэтому христос и продолжает настойчиво стучаться в дверь его невесты хотя в большей степени его любовь отвергнута бог обещает что он не позволит ветрам уничтожения обрушиться на землю пока он не запечатлит свой народ и это означает что теперь у нас есть один серьезный ответ на очень серьезный вопрос который будоражит очень много людей что же на самом деле сдерживает окончательные события земной истории мы говорили что бог сдерживает сегодня окончательные события земной истории только по одной причине он ждет особенный народ народ который он может запечатлеть как свой собственный как только это заключительное поколение найдено и запечатлено будет кульминация конца истории мира последует незамедлительно знаете что весь центр внимания неба лежит сегодня на нас на последнем поколении и небо с нетерпением ждет когда же сформируется этот особенный народ который именуется сто сорок четыре тысячи как бог описывает эту группу и взглянул я говорит и он и вот агнин стоит на горе сионе и с ним сто сорок четыре тысячи у которых имя отца его написано на челах эти люди решили быть праведными и святыми навсегда они уже никогда не восстанут против бога всякий грех всякого рода и навсегда изглажен из их жизни и он продолжает и видела как бы стеклянное море смешанные с огнем и победившие зверя и образ его и начертание его и число имени его стоят на этом стеклянном море держа гусли божии и поют песнь моисея раба божья и песнь ангца говоря великие чудные дела твои господи божий содержитель праведные истины пути твои царь святых кто не убоится тебя господи и не прославит имени твоего ибо ты един свят все народы придут и поклонятся пред тобою ибо открылись суды твои что еще можно узнать об этой группе людей давайте зайдем издалека начнем с небесного храма и он продолжает и я и он увидел святой город иерусалим новый сходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенные для мужа своего и слышал я громкий голос неба говорящий сиски не бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их дальше он продолжает что храма же я не видел в нем ибо господь бог содержитель храме его и агнец но почему же нету построенного храма там где как мы предполагаем происходит освящение сегодня наш день и местный храм в котором был процесс очищения он уничтожен или как памятник или как музей я скажу наперед он есть он существует он будет на новой земле и стоять будет отдельно от нового иерусалима почему же так в чем замысел божий посмотрим за занавес конечно же при помощи именно свидетельств духа пророчества елена уайт говорит что все 144 тысячи святых выстроились на стеклянном море правильным квадратом некоторые из них имели очень блестящие венцы другие менее яркие у одних венцы были украшены многими звездами у других всего лишь несколько звезд но все они были довольны своими венцами интересно что они стоят правильным квадратом это напоминает мне одно из отделений святилище под названием святое святых давайте посмотрим на схему святилища мы видим двор святилища в котором находится жертвенник всесожжения и умывальница дальше мы видим к саму скинью святилище она разделена на два отделения первое отделение в нее это святое в нем семисвечник минора жертвенник курений и стол к слепам предложений и вот второе отделение она называется святое святых здесь находится ковчег законом божьим на котором стояли два херувима которые обращены были лицами вниз на крышку ковчега так называемую престолом благодати земное святилище мини копия небесного если так можно сказать конечно хотя я понимаю что модель святилища который сделал моисей это как тень того небесного святилища мы там у нас равнить человека с его тенью то же самое и по модели святилища я верю что само небесное святилище многократно превосходит земное как и сам человек превосходит свою тень по своему устройству и так в третьем отделении называемый святое святых находится закон божий как мерило праведности отображающий характер и волю законодателя творца вселенной по которому и будут судимы все люди как бог не изменен и его святой характер также и не изменен закон божий об этом говорит и библия и сам христос великому сожалению небо сегодня многие именующие себя христианами не принимают серьез неизменность закона божьего и повторяют за дьяволом что закон божий был изменен богом ради человека но голгофа это что случилось там как раз наоборот утверждая что закон божий не изменен ибо если бы можно было что-то изменить в этом законе то зачем такая великая жертва подумайте над этим а мы следуем далее мудрец соломон говорит выслушаем сущность всего бойся бога и заповеди его соблюдай потому что в этом все для человека ибо всякое дело бог приведет на суд и все тайные хорошо ли она или худо как мы исследовали выше с 1844 года идет небесный суд над народом божьим а 144 тысячи как раз и живут в часы следственного суда когда христос находится в святом святых и они стоят правильным квадратом напоминающим по форме именно святой и святых и так продолжим смотреть на описание небесного города иерусалима который сойдет на землю на воротах города написаны имена двенадцати колен сынов израилевых стена города имеет 12 оснований и на них имена двенадцати апостолов ангца город расположен четыреугольником и длина его такая же как и широта интересно да почему важно посмотреть на этот город потому что здесь есть надписи с именами надписи на основаниях с именами апостолов колен израиля что-то нам дает но я скажу что эти детали очень важны для идентификации 144 тысяч почему давайте посмотрим и взглянул я и вот огне стоит на горе сегодня говорит апостол иван и с ним 144 тысячи у которых имя отца также написано на челлах елена вой дополняет эти 144 тысячи все были запечатлены и находились в полном единстве на их челлах было написано бог новый иерусалим и одна великолепная звезда содержащая новое имя иисуса интересно что здесь тоже надписи на челлах у этих людей есть надписи давайте посмотрим на надписи в храме небесном я видела продолжает вестница господня там в этом храме каменные таблицы на которых внимание золотыми буквами были вы и гравированы имена 144 тысяч налюбовавшись доля красотой храма мы направились дальше а иисус оставил нас направился городу что такое что за каменные таблицы на которых золотыми буквами были выгравированы имена 144 тысяч давайте посмотрим и сравним эти информации которые мы только что получили смотрите на воротах на двенадцати воротах написаны имена двенадцати колен сынов израилевых стены города имеют двенадцать оснований и на них имена двенадцати апостолов ангца но в 144 тысяч на челлах было написано новое имя бог новый иерусалим новое имя иисуса в чем здесь связь и что это за каменные скрыжали или каменные таблицы в храме с именами 144 тысяч давайте посмотрим еще на одно свидетельство я увидела там каменные скрыжали на которой золотыми буквами были высечены имена 144 тысяч святых давайте посмотрим а где же находятся они в каком отделении эти каменные скрыжали мы знаем земном святилище во святом святых были каменные скрыжали с законом божьим а здесь в небесном каменные скрыжали на которые золотыми буквами были высечены имена 144 тысяч явно что и эти вырезаны перстом божьим мы видим глубокую связь здесь между одними и другими скрыжалями но что именно их связывает хороший вопрос но есть еще один вопрос если заповеди в небесном храме то почему они каменные это земной материал почему они не из какого-то небесного материала что-то важное в этом тоже есть если камень в небесном храме мы помним как мы сею господь дал две каменные скрыжали камень это часть скалы а что символизирует собой скала она символизирует христа праведность в виде заповедей или 10 обетований изображенные на каменных скрыжалях это праведность христа как скалы читаем глазах всего собравшегося множество слава господне было подобно пожирающему огню на вершине горы и звук трубный становился все сильнее и сильнее так страшны были проявления божьего присутствия что израильский народ трепетал от страха и все упали на лица свои пред господом даже моисей воскликнул я в страхе и трепете помните когда-то было это было на горе синай когда господь торжественно объявлял свой закон народу своему но вот гром стих звук трубы более не раздавался земля не колебалась наступила торжественная тишина затем послышался голос божий стоя на горе в окружении ангелов скрытый густым мраком господь провозгласил свой закон почему на людей напал страх сильный да потому что не было вера люди ослепленные и подавленные рабством и язычеством не были готовы к тому чтобы в полной мере оценить глубинные принципы простых коротких десяти божьих заповедей народ не готов был принять закон свое сердце по причине своей греховности и поэтому господь написал его на каменных скрыжалях этот опыт синайя показал что христос не мог прийти к народу своей славе не прикрытой плотью как святой закон был написан на простом материале камни так и христос как камень скала пришел простом обычном теле привычным для людей вестница господь говорит интересную весть христос являлся живым воплощением закона божьего в его жизни невозможно было обнаружить ни малейшего нарушения святых заповедей в окружении людей ищущих случай осудить его он мог уверенно сказать кто из вас обличит меня в неправде когда пришел моисей с горы синай и пересказал народу все слова господни и все законы и отвечал весь народ в один голос и сказали все что сказал господь сделаем и будем послушны люди пообещали сохранить праведность божью в своем неверии и причем дважды как только пообещали моисей пошел за заповедями именно в этом и проявилась ветхость завета люди вмешались в завет и пообещали исполнить проявив самонадеянность уповая на свои дела этот народ не сохранил обещанной праведности и моисей разбивает скрыжали когда же он моисей приблизился к стану и увидел кельца и пляски тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрыжали и разбил их под горою точно так же произошло и с живым воплощением закона христом как синайские заповеди были разбиты на глазах всего народа так и воплощенные заповеди христос были разрушены на глазах всего народа мы знаем что на пасху собралась собрались всенародности эта казнь была своего рода шоу как при синае не сохранили праведность так и при первом пришествии не сохранили праведного спасителя по причине этого поклонства и неверия завет был разрушен и недействителен мы проследили связь между скрыжалями законом божьим открывающим характер божий и христом как воплощением этого самого закона возвращаемся к вопросу каменные скрыжали в небесном храме золотыми именами ста сорока четырех тысяч что это значит как это понимать зная выше изложенную информацию и если провести параллель и сравнить то получается что сто сорок четыре тысячи отобразили в себе 10 заповедей это значит что не полностью отобразили в себе характер христов и христос полностью отобразился в них а что же это значит для бога когда вот этот народ отобразил себе его славу его праведность божья праведность стала их праведностью они не только не грешат но как и христос они даже и не хотят этого делать причем оставаясь в греховной плоти которая требует греха они не хотят грешить более того они даже не допускают мысли о грехе это настоящие победители и мыслят они как настоящие победители о чем и свидетельствует имя написанные на их челок бог новый иерусалим и одна великолепная звезда содержащая новое имя иисуса характер божий отразился в них это значит что и оправдан бог в них это подтверждает собой что нет причин для греха они полностью отображают образ божий в их жизни совершился план искупления и очищение святилища дьявол полностью потерпел поражение он проиграл и ему осталось совсем мало времени до исполнения приговора над ним помните козла отпущения на которого возложится все грехи это его будущая участь в которой очень скоро произойдет закон божий теперь глубоко живет в сердцах этих ста сорока четырех тысяч то что хотел господь сделать очень давно с израильским народом но не смог по причине их испорченности и неверия и он смог продемонстрировать это с этими воинами воинами веры христовой впервые за всю историю человечества закон на своем законном месте благодаря заслугам христа и так положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу и навяжите их в знак на руку свою и да будут они повязкаю над глазами вашими книга второзакония 11 глава 18 стих патриарх ел также подтверждает эту мысль прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое теперь закон не на мертвых каменных скрижалях не на бумаге не на пергаменте теперь он в сердцах праведных а значит теперь закон жив вот дорогие мечта бога о нас чтобы закон ожил в нашем характере чтобы мы были живым воплощением закона также как и наш начальник веры христос вот она 144 тысячи как и христос является живым воплощением закона но это еще не все мы видим что имена 144 тысяч связаны с храмом а именно 12 апостолов связаны с новым иерусалимом мы восхищаемся апостолами мужами веры и это правильно а вот христос и небо восхищаются не только ими а и этой группой 144 тысячами смотрите что говорит вестница господня она говорит что христос заявил что именно в храм небесный могут войти только 144 тысячи почему только не что связывает их с храмом возможно их опыт отвечу наперед то что происходило в храме напрямую связано с опытом 144 тысяч более того на их челах стоит имя отца это и эти воины христовы все были запечатлены и находились в полном единстве на еще было написано бог новый иерусалим и одна великолепная звезда содержащая новое имя иисуса а что это значит бог новый иерусалим великолепная звезда с новым именем иисуса это мне напоминает исход 28 глава с 36 стиха давайте почитаем и сделай говорит господь полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней как вырезывает на печати святыня господня и прикрепи ее шнуром голубого цвета кедару так чтобы она была на передней стороне кедара и будет она на челе аароновом и будет она непрестанно на челе его для благоволения господня к ним эта табличка с надписью характеризовала характер первосвященника отображающий характер самого христа и эта надпись соответствует надписи святыня господня бог новый иерусалим великолепная звезда с новым именем иисуса это одно и то же тоже на челе это же выгравлено золотыми буквами и на челе кого первосвященника которая единственный мог войти во святое святых так говорит святой истинный побеждающего сделаю столбом храме бога моего и он уже не выйдет вон и напишу на нем имя бога моего имя града бога моего нового иерусалима нисходящего с неба от бога моего и имя мое новое вестница господня говорит то же самое она видела что видел апостол иван о чем еще может говорить нам это особенная надпись на челах этих воинов веры она говорит о их особенном статусе пред лицом божьим подведем краткие итоги только они единственные имеют эту надпись бог новый иерусалим только они единственные имеют право уходить в небесный храм который стоит отдельно от нового иерусалима только их имена единственные увековечены на особенных скрыжалях храме они стали живым воплощением закона имеет личный доступ к отцу как и христос как перевозященник с надписью святыня богу смотрите какие преимущества имеет эта группа людей имеют доступ новый иерусалим имеют новое имя иисуса особенное богопознание иисус победил греховной плоти и они прошли этот путь именно этот опыт дал им разумение страданий христа как никому другому потому они поют песнь андса который никто не смог спеть посему имея это опыт они так прославляют бога как никто другой не сможет например разбойник на кресте как он сможет петь эту песню не прошедшие их пути только они имеют право на посещение иных миров без огречения и они были без греха и ходатая я никак не могла примириться смысле говорит вестница господня что мне придется возвратиться в наш темный мир но ангел сказал ты должна вернуться на землю но если останешься верной то будешь иметь преимущество вместе 144 тысячами посещать все миры и созерцать повсюду дела божьих рук мы видим что только они и еще некоторые люди смогут иметь возможность посещать другие миры эта группа особенные имеющие особенные полномочия у них статус допуска как у христа и отца вот такая перспектива у этого народа дорогие мои имеете ли желание попасть в их число что нам делать чтобы попасть в эту группу как они смогли противостоять греху и сатане хорошие вопросы давайте найдем ответ на них вестница говорит что греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности божества духа святого который проявляет себя не в видоизмененной энергии но во всей полноте божественной силы очищающий сердце дух делает действенным все что совершил искупитель мира сегодня множество людей множество христиан отвергает духа святого как личность как божественную личность но это все неправда если мы это будем делать мы не сможем выстоять мы не сможем одержать силу духа святого святой дух это величайший и всех даров которые христос мог попросить у отца для нравственного возвышения своего народа дух должен действовать как возрождающая сила а без него жертва христа была бы напрасной влияние зла увеличивается на протяжении многих веков и поразительно с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане сатана может попытаться привязать вас к своей колеснице как беспомощную душу но вы победоносно воскликните что христос сделал вас свободным человеком не бесчестите бога не единым словом о своей неспособности и неумении одержать полную славную победу через иисуса христа который умер чтобы искупить вас и сделать свободным человеком услышьте дорогие услышьте то что я сейчас прочитал побеждайте да побеждайте каждое мгновение ставьте вашу волю на сторону воли бога пусть его воля станет вашей волей мыслите мужественно не теряя надежды в вере восклицаете против сатаны и взирая на иисуса начальника и совершителя вашей веры говорите иисус искупитель мой я слаб я ничего не могу делать без твоей особенной помощи я преподаю своей беспомощной душой к тебе затем мысленно представьте что вы пребываете в присутствии иисуса ходя с богом и жизнь ваша сокрыта со христом боге и тогда вы не будете величать сатану воображая себя слабым и беспомощным вы вознесетесь чистую и святую атмосферу вы примете святого духа как утешителя и святителя ваш дух будет тихо и спокоен боги вы скажете иисус жил а поскольку он жил буду жить и я он победил сатану ради меня и я никогда не буду побежден дьяволом я не стану бесчестить моего господа и вождя но восторжествую в его святом имени и выйду более чем победителем об этом говорит вестница господня в письме 31 1893 года вот так победили 144 тысячи перечитайте пожалуйста еще раз вот эти рекомендации что нам нужно делать и не забудем о том что и христос наш пример будучи богом живя здесь на земле победил дьявола и его искушение только верою слово божье и пусть это живая вера будет и моею и твоей дорогой друг хочу поделиться с вами еще одной прекраснейшей цитатой из трудов вестницы господней и пусть это высказывание которое мы сейчас почитаем наполнит ваше сердце стремлением к святости которые достигнут 144 тысячи хотя дети божьи и будут окружены врагами пишет вестница господня стремящимися погубить их все же к отчаянию их приведет не страх перед гонением за истину но опасение что может быть остался какой-либо непрощенный грех и поэтому не может быть надежд на обетование спасителя я сохраню тебя от годины искушение которое придет на всю вселенную будь они уверены в прощении ни муки не смерть не могли бы запугать их внимание но если они окажутся недостойными и пороки влекут их гибели тогда святое имя бога будет в поношение вы услышали вот о чем мы сегодня с вами должны переживать если действительно мы хотим быть среди спасенных и если действительно мы любим христа нашего господа и спасителя если они окажутся недостойными и пороки влекут их гибели тогда святое имя бога будет поношение какая сила какая глубина вот этой любви человеческой который отобразилась любой агапы когда мы в большей степени озабочены оправданием бога в этой великой борьбе чем нашим собственным спасением мы имеем чистейшую мотивацию чтобы жить святой жизнью и бог почтит этот мотив наделив нас всей мощью небес у нас больше не будет случайных вылазок для потворства своим желанием заключительное поколение без сомнения докажет что мужчины и женщины имея даже падшую природу но уповающие на божью благодать могут жить не согрешая и так 144 тысячи они стали живым воплощением закона божьего имеют надпись на своем челе бог новый иерусалим имеют право уходить в храм небесный их имена увековечены на скрижалях в храме имеют личный доступ к отцу как и христос имеют доступ новый иерусалим имеют новые имя иисуса это особенное богопознание по особенному прославляют бога как никто другой не сможет имеют право на посещение иных миров без ограничений 144 тысячи это верный остаток народа божьего это то что нам как народу божьему последнего времени необходимо вас жаждать чтобы оказаться в числе этого народа народа победителя силой возлюбившего нас и в этом да поможет нам бог аминь я хочу еще чтобы мы услышали сейчас один псалом прекраснейший псалом который как я думаю хорошо отвечает этой теме будем внимательны к словам когда утром открываю глаза я сразу чувствую что рядом ты и хочу тебе иисус я сказал что я с тобой желаю быть я желаю быть с тобой везде посвятить тебе сегодняшний день будь со мной во всех моих делах как я рад что ты меня нашел ты со мной с тобой не хорошо появилось счастье в жизни вдруг потому что ты мой лучший друг я хочу с тобою уже быть я хочу тебе иисус служить я хочу не расставаться с тобой потому что я отныне твой потому что я отныне твой счастье господи в любви твоей что теперь ты для меня открыл чтоб всем сердцем и душою моей я весь мир вокруг как ты любил счастье господи в законе твой счастье господи в законе твой им меня от златы оградил и я рад что мы с тобою вдвоем все грехи и невзгоды победим я хочу с тобою я хочу с тобою быть я хочу тебе иисус служить я хочу не расставаться с тобой потому что я отныне твой как я рад что ты меня нашел по божьей милости следующая наша тема будет под названием знает ли церковь свой грех мы поговорим с вами о корне всякого греха и мое нам пожелание чтобы господь вложил наше сердце отвращение ко всякому греху уже сегодня аминь и это и 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